Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» в одной из предыдущих бесед мы касались очень важного вопроса, можно ли на Божественную Литургию подавать имена на записочки людей, которые ведут совершенно нехристианский образ жизни. После той беседы, которая, ну, по понятным причинам она, так или иначе, многих интересует, и есть разные точки зрения на эту тему, и много было вопросов, которые хотелось бы, так сказать, суммировать и по возможности с Божьей помощью предложить некоторые вам размышления на эту тему. Суть вопросов какая? А почему мы не можем молиться за всех? Ведь Бог всех любит, и Господь сам знает, кто есть кто. Ведь наша задача, нас, вот христиан православных, за всех молиться. Почему мы должны, допустим, выбирать или кому-то в молитве отказывать? Ну, так или иначе, вот в таком ключе направление мысли людей. И, собственно, благодарю всех, дорогие друзья, кто таким вопросом задается, и хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления на эту тему. Соглашаться или не соглашаться – это личное дело каждого, дорогие друзья. Вы помните, что в Священном Писании, вот мы сколько читаем, Святой Евангелие, Господь наш Иисус Христос многократно, приводя слушателям народу, святым апостолам, притчи о Царстве Божием, он всегда говорил, например, «Царствие Божие подобно, допустим, десяти девам», или «Царствие Божие подобно, там, человеку ищущему, купцу ищущему доброго бисера», или там «Царствие Божие подобно», допустим, неводу закинутому, который, так сказать, этот невод берет все, так сказать, содержимое в воде, затем уже в лодку и затем отделяет одно от другого, хорошее в сосуды, а плохое. И вот многократно Господь приводил в притчах примеры из окружающей обычной жизни. Давайте мы с вами попытаемся на примерах нашей обычной земной жизни посмотреть аналогии того, как надо молиться, за кого молиться, и за кого вообще, какой должна быть молитва. Вот представьте себе, да, что вы все работаете на каком-то одном, в одной большой организации, и вдруг вы узнаете, что руководитель организации кого-то из ваших сотрудников увольняет. А вы того человека, в общем-то, не особо хорошо знаете, просто знаете, что он ваш сотрудник, ну, так или иначе, там, с уважением к нему относитесь, так, привет, пока, особо близких отношений нет. И вам хочется по своей инициативе пойти походатайствовать за того человека. Вы приходите к начальнику, ну, представляете, здороваетесь и говорите, вот я, я такой-то, такой-то, хочу походатайствовать, там, например, ну, за господина Иванова. Прошу вас, не увольняйте его, там, дайте ему шанс и так далее. Начальник смотрит на вас и говорит, слушай, а ты вообще знаешь того человека, за которого ходатайствишь? Он на самом деле всю нашу организацию поносит последними словами. И меня он повсячески оскорбляет, ему здесь ничего неинтересно. И вот он вам показывает, вот, собственно, вот его заявление, он нашел себе другую работу, ему здесь неинтересно. Он сам хочет из нашей организации уйти, ты за него ходатайствишь, ну, ты хоть знаешь, поинтересуйся, он сам здесь не хочет быть. И, согласитесь, вы почувствуете себя немножко в неловкой ситуации. Рассмотрим второй вариант. Примерно такой же. Вы узнаете, что кого-то из ваших коллег, сотрудников хотят уволить по той причине, что он просто не справляется с какими-то своими обязанностями. А вы симпатизируете с тем человеком, ну, например, ваш близкий друг или знакомый, и вы, ничего не говоря, может быть, тому человеку, приходите к начальнику и говорите следующие слова. Допустим, я готов, дайте ему, пожалуйста, не увольняйте, дайте ему время, так сказать, шанс на исправление, но я готов. Вот кроме своих задач, я готов в свое свободное время, в ущерб себе, скажем так, целый ряд задач, которые он не может выполнить, я готов их взять на себя. Только, ну, дайте ему шанс, пусть он останется с нами. Согласитесь, это уже второй вариант. И здесь даже, может быть, даже с каким-то большим дерзновением вы можете надеяться на успех, что того сотрудника оставят на работе, но вам придется свою нагрузку увеличить ради того, чтобы ему помочь. Вот это второй вариант. Давайте рассмотрим третий вариант. Ситуация примерно такая же, кого-то хотят уволить, но это ваш близкий друг, и он приходит сначала к вам и говорит, слушай, сходи к начальнику, походатайствуй за меня. Мне там стыдно ему на глаза появляться, и там у меня очень много недочетов, так сказать, ну, я чувствую, я виноват, конечно, вот здесь я там, там проблемы, там семейные и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я чувствую, я виноват, я неправильно поступил, но сейчас стыдно ему появляться под горячую руку, походатайствуй за меня, я обещаю, я обещаю, я постараюсь исправиться, что-то там еще исправлю себя и сделаю. Согласитесь, вот в этом третьем варианте вы с большей надеждой на успех идете к начальнику. Почему? Потому что вы заручились просьбой самого человека, и вы ему говорите, пожалуйста, давайте дадим ему шанс. Он исправится, я его знаю, он действительно хороший человек, ну, вот у него сейчас семейные проблемы, или там у него кто-то болеет, он не справляется ни по злому умыслу, ну, вот у него такая ситуация. Давайте дадим ему шанс, я готов, готов в чем-то ему помочь. Вот смотрите, вот три разных варианта, как бы три модели поведения. Вот эти три варианта, давайте посмотрим, это как, ну, как некая притча, да, вариант нашего обращения к Богу за окружающих людей. Согласитесь, вот два, второй и третий вариант наиболее правильный. Одно дело, если вы видите человека, он ваш близкий, родственник, или может быть, просто друг. Вот человек пытается бороться со страстями, но не может. Сколько сейчас таких людей? Дорогие друзья, в вашей жизни таких много. Можно встретить примеров, когда человек, например, он борется со страстью пьянства, но ничего не может с собой поделать. Он и плачет, и сокрушается, и много раз просит прощения, но эта страсть сильнее его. Он хочет, и он там, допустим, муж жене говорит, ой, там, помолись, ничего не могу с собой сделать, обещаю, больше пить не буду. Через некоторое время он опять скатывается, но он просит. Он говорит, слушай, дорогая, сходи в храм, помолись, или там, давай поедем вместе с тобой в монастырь, или в какой-нибудь святыне, давай помолимся. Он просит сам помощи. Конечно, он не ведет христианский образ жизни, но он не может, но он борется, он плачет, он осознает. И он сам просит у вас помощи, он просит, помолись за меня. Помолись, я, например, молиться не умею, там вообще не знаю, и там вот хочу поисповедоваться, не знаю как там, научи меня, как исповедоваться. Согласитесь, что в этой ситуации вы с большим дерзновением обращаетесь к Творцу всяческих, ко Господу, который не хочет смерти грешника. И вы просите, говорю, Господи, прости этого человека, помоги ему, вот он борется со страстями, но не может. Господи, прости его, с большим дерзновением. И, конечно, Господь вашу молитву услышит. И действительно, вы поступите по-евангельски, вы душу свою будете полагать за ближнюю. Теперь давайте посмотрим второй вариант. Когда человек вас вроде бы не просил, а вы сами за него переживаете, как, например, ну самый классический пример, это родная мама видит, что сын или дочь сбились с истинного пути. Допустим, сыночек там 18-19 лет связался с нехорошей компанией, до этого вроде бы порядочным, может, даже и в храм ходил, и дома помогал, вообще был настоящим внимательным сыном, так сказать, за него просто радовались. Ну вот связался с плохой компанией и пошел по вот этой скользкой, покатился по скользкой дорожке греха. Он бы и рад бы исправиться, но сейчас не может. Ему неудобно перед своими товарищами, потому что они все вместе. Когда они вместе, они все крутые друг перед другом. Именно крутости в этом направлении, именно порока, а не в сторону, так сказать, исправления себя. Но мама переживает. Любая мама за своего сына, за дочь не может не переживать. Или жена за мужа, или наоборот. И так далее. И став на молитву, такая мама говорит, Господи, прости сына моего, помоги ему исправиться. Наставь его на истинный путь. Господи, я готова. Вот он не может сейчас, да, он не осознает, или не созрел. Или сейчас вот он мне говорит, мама, да я сейчас не могу, да не сейчас на исполнение. Ну, не сейчас, не сейчас, не сейчас. Господи, я готова ради того, чтобы он спас тебя, допустим, читать кофизму каждый день. Или канон Пресвятой Богородицы. Или как есть тоже такая хорошая традиция, кроме среды и пятницы, женщина-мать, болеющая сердцем за ребенка, говорит, Господи, я готова понедельник соблюдать пост. Разумеется, это по благословению духовника, если он у вас есть. Это должно быть по совету мудрого человека. И соизмеряет свои силы. Но тут суть какая? Готова женщина-мать, или просто христианка, или христианка, некий взять как бы подвиг на себя ради спасения другого человека. Конечно, с большим дерзновением будет ваша молитва. И молитва ваша будет услышана. А теперь, как вот по той аналогии, первый вариант. Вы вдруг захотите помолиться за человека, а он этого не хочет. Он в Бога вообще не верует. Он церковь всячески поносит. И даже есть такие люди, не будем, дорогие друзья, называть имена, фамилии, публичные личности есть сейчас в современной жизни, которые чуть ли не весь смысл их жизни – оказаться в публичном пространстве, чтобы очередной раз плюнуть в адрес Святой Церкви. Весь смысл жизни их – надругаться над православием. Они не хотят молиться. Они молитву не принимают. Но вы, допустим, помнят того человека, что он где-то когда-нибудь в каком-то фильме, например, играл роль, и эта роль вам запала в душу, и еще где-то вы так или иначе услышали об этом человеке, и вы вдруг хотите за него помолиться, за него или за нее. Но он этого не хочет. Он сам попирает сознательно все заповеди Божии. С каким дерзновением вы будете молиться перед Богом за него? Вот это аналогия, дорогие друзья. Просто подумайте сами. Если в двух вариантах, третий и второй, как мы сейчас рассмотрели, здесь и больше дерзновений, и вы готовы взять на себя часть немощи ближнего и понести, то в первом случае, когда человек сознательно попирает все заповеди Божии и в Бога не верит и не хочет молиться, он вашу молитву не примет. И молитва не принесет пользы. По какой аналогии? Причем, я подчеркиваю, дорогие друзья, это не значит, что Бог кого-то не любит. В Священном Писании ясно сказано, что Бог посылает и дождь, и повелевает солнцу восходить и над праведными, и неправедными, и посылает дождь. Господь милостив ко всему миру, и Бог хочет всем спастись и прийти к познанию истины. Это не значит, что Бог, какого-нибудь безбожника, или атеиста, или агностика, что Бог его не любит. Это не это значит. Но сам тот человек не хочет выходить на связь с Богом. Ну, простите, простая аналогия. Вот вы звоните кому-то, а человек трубку не берет. У него отмечается в ваш доме, но он не берет трубку. Он не выходит на связь сознательно. Не хочет он с вами, например, разговаривать. Сколько таких есть случаев. И вот Господь свою благодать предваряющую посылает человеку, а человек закрывается, как бы не выходит на связь. Не хочет человек жить по Божии. Отвергает Бога. Как вы будете за такого молиться? Ваша молитва поможет этому человеку? Сначала надо хорошо подумать и взвесить свои силы. Твоя молитва может такому человеку помочь, если он сам не хочет? И персонально хотелось бы ответить, дорогие мои друзья, тем людям, среди нашей зрительской аудитории, очень много грамотных людей, которые Священное Писание регулярно читают. Персонально хочется ответить тем людям, которые всегда задают встречный вопрос. А где в Писании? Ну, вот нам батюшка говорит, приводит какие-то мысли. А где в Писании об этом сказано? Вот Священное Писание. Первое послание Стопостола Иоанна Богослова. Апостол Иоанн пишет, «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Обратите внимание, это говорит не то, что там какой-то там священник, который там свою точку зрения, свою богословскую. Это говорит, я вам цитирую, Священное Писание. Первое послание апостола Иоанна Богослова, пятая глава, 16-17 стихи. Любой из вас может открыть. Задумайтесь, прочитайте еще раз это место. Апостол Иоанн, возлюбленный ученик Христов, который от своего учителя не отрекся, даже до Голговского креста был с ним рядом, о своей жизни совершенно не думал. И у креста Голгов исподобился с той великой чести, что ему было на попечение Божественным Учителем, Сыном Божьим, сама Пречистая Преблагословенная Дева Мария была поручена ему, а он был усыновлен ей, и в его лице весь человеческий род, который в своем послании больше всего, пожалуй, и говорит о любви, что если мы будем любить Бога, кто говорит, что любит Бога, но ненавидит брата своего, тот лжец, и нет в нем истины, который столько говорит о любви к ближним. И апостол Иоанн говорит, еще раз вам зачитаю, если кто видит брата своего согрешающего, грехом не к смерти, то пусть молится, если грех не к смерти. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Что вы думаете, апостол Иоанн Богослов, не знает, что такое любовь, или не знает, что Бог есть любовь, или то, что надо молиться за ближних. Но почему он так говорит? Давайте вместе над этим задумаемся. Если у вас есть возможность, найдите светоотеческие толкования этого места, светотого апостола Иоанна Богослова. И подводя, ну, как бы некий, так сказать, итог, сказанному выше, еще хочется напомнить слова из одного великого подвижника, преподобный, были такие подвижники, преподобный в Арсенофе великий Иоанн пророк, святые отцы, жившие на рубеже шестого, начала седьмого веков, и в частности преподобному Иоанну пророку задавали вопрос, как мне молиться за ближних, если кто-то подходит и говорит, помолись, а вы там, или отче, или там просто, там друг, там брат, сестра, помолись за меня. Он советует, если тебя кто-то попросил молитв, мысленно скажи, Бог да помилует этого человека. Вот один раз скажи от сердца, с болью душевной, скажи, Бог да помилует этого человека. И далее, пишет, советует преподобный Иоанн, говорит, а но молиться постоянно за него, это удел совершенных, которые умеют душу полагать за ближних. Вот это практически совет нам. Попросил вас кто-то помолиться? Помолитесь, мысленно скажите, Бог да помилует этого человека. Но не формально, а именно с душевной болью, прям супереживая, скажите это один раз, и Бог услышит вашу молитву. Вот примерно такие вот размышления хочется предложить вашему вниманию. соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать, это личное дело каждого. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok